Для того, чтобы сегодня услышать и понять героя нашей программы, французского композитора Гектора Берлиоза, я предложу вам посмотреть два портрета. Один создан Эженом де Лакруа, великим художником-романтиком, а второй Густавом Курбе, тоже романтиком, но уже в другом времени, в другом состоянии. Я клянусь вам, что если вы, слушая фантастическую симфонию Берлиоза, будете смотреть на портрет де Лакруа, в котором изображен великий Берлиоз, и портрет Курбе, то вы поймете больше, чем из любых слов, из любых рассказов, потому что место Берлиоза совершенно особое. И его фантастическая симфония, две части из которой мы сегодня с вами будем слушать, имеет такое же значение в истории музыки, как через сто лет, почти сто лет, в истории музыки играла роль весна священная Стравинского. Это было такое же открытие, оркестровое потрясение, это было такое же неприятие всех академических кругов, всех любителей музыки, потому что Берлиоз стоит особняком во всей истории именно оркестровой симфонической музыки. Вот, посмотрите, венские классики Гайд, Моцарт и Бетховен вылупились из музыки детей Баха. Дети Баха, помните, я об этом не раз говорил и продолжаю утверждать, они совершенно осознанно забыли своего отца, потому что Иоганна и Себастьяна Баха нельзя было продолжать. Он океан, в него все втекает и ничего не вытекает, поэтому дети пошли по другому пути, по такому пути, словно папы Иоганна и Себастьяна не существовало. И этот путь привел к венским классикам, к чудесным гаревым дорожкам, парковым аллеям, и еще этот путь привел к торжеству разума, к преобладанию разума. Почему я не говорю о подлинном и полном разуме музыки Иоганна и Себастьяна Баха? Потому что баховское мышление так или иначе связано с идеей христианства, причем связано очень глубоко, с самыми глубокими корнями уходит в христианскую идею. Все его тексты, все его тайные знаки, все значения, они математичны с одной стороны и мистичны с другой. И творчество Баха можно сравнить только с творчеством моего любимого философа Николая Кузанского, который при помощи геометрии, при помощи геометрических фигур и теорем пытался доказать бытие Бога, говорить о бесконечности Бога. Практически открытия Николая Кузанского философии равны открытиям интегральных исчислений, макро- и микромир, потому что его высказывания в книге об ученом незнании, о бесконечности, его моделировании бесконечности, его взгляд на вечность, его математичность и религиозность, это практически потом повторится на новом уровне музыки Иоганна Себастьяна Баха. Видите, как мы далеко ушли от Берлеза, и вот почему. Потому что Бах остался как бы один, он как океан закрыт сам на себя. Вот и появились дети Баха, затем Гайден Моцарт, Бетховен Моцарт, потрясенный музыкой Иоганна Христиана Баха, Бетховен влюбленный в музыку Карла Филиппа Эммануила Баха и так далее, и так далее. Об этом можно много говорить. Потом появляется Шуберт, о котором мы говорили, и к музыку которого мы слушали, первый романтик, хотя полностью с опорой на оркестр венской классики, с тем же бетховенским составом оркестра, только музыкальные инструменты более бесенны, чем у Бетховена. Бетховен – это колоссальная структура, почти баховская структура, и колоссальная гармоничнейшая эмоция, соединенная с глубочайшей драматургической логикой и продуманностью. Затем Шуберт, о котором мы только что говорили, – это песенность, это душа художника, романтика, но с опорой, повторяю, на венский классический оркестр. Потом Мендельсон – это первый романтик, и мы говорили об этом, о том, что он умеренный романтик, потому что на всю жизнь этого образованнейшего, глубочайшего человека, который изучил до бесконечности всю музыку венских классиков, а потом открыл Баха и бесконечно изучал Баха, на всю его музыку повлияло знание о высочайшей гармонии, о высочайшей силе разума. Тем более, если учесть, что его дед Моша Мендельсон был великим философом-просветителем, тем более, что с детства он встретился с самим великим Иоганном Вольфганком Гёте, у них в доме бывали лучшие люди того времени, и малыш Мендельсон рос под размышления, рассуждения, слушая великую музыку, исполняя великую музыку, разговаривая о великой музыке. А вот сейчас мы обращаемся к человеку, который повлиял на весь симфонизм, но стоял в стороне от той кардинальной линии развития венского симфонизма, гайдена Моцарта Бетховенского симфонизма, шубартовско-мендельсоновского симфонизма. И так напоминаю его имя Гектор Дерлиос. Он француз. Может быть, это и сыграло большую роль, что он первый из великих симфонистов, который не был близок к Вене, не знал как бы венских традиций изнутри, он все это изучал в Парижской консерватории, но он и ему суждено было открыть совершенно иные миры. И что он и сделал. Написав 26 лет фантастическую симфонию, Берлиос создал свое величайшее произведение и одно из величайших симфоний в истории 300-летнего развития симфонического оркестра и симфонической музыки. Связана эта музыка была с любовью. Любовь Генретти Смитсон, гениальной актрисе-ирландке. Ей было 27 лет, когда она приехала в Париж на гастроли в составе английской труппы. Она играла гениально Офелию. Это была феноменальная Джульетта. И Берлиос испытал безумную любовь. Он преследовал ее. Это был вулкан страстей. Он хотел написать самую великую музыку. Он готов был потрясти актрису тем, что он величайший композитор всех времен. Но актриса была очень модная. В нее влюблено было огромное количество людей. И она не замечала Берлиоза. Берлиоз должен был достигнуть успеха. Он должен был привлечь ее внимание. Он сходил с ума. Он думал о самоубийстве. Он спадал в отчаянии. Фантастическая симфония в результате... Ну, потом хочу сразу добавить, что все получилось хорошо. Генрета Смитсон стала его женой. Фантастическая симфония — это музыка, который сам Берлиоз написал программу. И, по сути, это первая программная, первая подлинно романтическая симфония в истории европейской симфонической музыки. Вот представьте себе, что симфония Берлиоза, фантастическая симфония, это первое произведение, написанное призрачно, написанное потусторонним мышлением. Эта симфония, которая переломила все традиции, отошла, сломала все, что было, все, что было намолено, все, что было наиграно, она повлияла в результате на последующих композиторов, которые невольно, подсознательно, даже отрицая Берлиоза, шли по этому пути. Пути безумия, пути страстей, пути мечтаний, пути черных сил. Ну, я должен сказать, что Берлиоз родился в очень интересной семье. Его мать была экзальтированнейшей религиозной католичкой до безумия. Отец был остроумным атеистом. Мать пыталась воздействовать на Берлиоза и сделать его безумно бесконечно религиозным, но в конечном итоге победил отец. И всю свою жизнь Берлиоз был атеистом. И вся его музыка, прежде всего, это человек сам в себе, творческий, эмоциональный, ранимый, бесконечный, безграничный, безумный, потрясенный, потрясающий. Программа симфонии начинается с того, что молодой человек с болезненной чувствительностью, это цитата из Берлиоза, и пламенным воображением в припадке любого новочания отравляется опиумом. Доза наркотиков слишком слабая, чтобы умертвить его, повергает его в тяжелое забытье, сопровождаемое тяжелыми видениями, во время которого его ощущения, чувства, его воспоминания превращаются в его больном мозгу в мысли и музыкальные образы. Сама любимая женщина стала для него мелодией и как бы навязчивой идеей, которую он находит и слышит повсюду. И вот первая часть мечтания, страсти. Он вспоминает это беспокойство, это смятение страстей, эту меланхолию, эту беспричинную радость, которую он испытал, прежде чем увидел ту, которую любит. Затем вулканическую любовь, которую она внезапно внушила ему, свои безумные тревоги, свой ревнивый гнев, возвращение страсти, свое религиозное утешение. Я знаю, что у фантастической симфонии Берлеза огромное количество поклонников, и вы, многие из вас слышали, а многие услышат, есть возможность, благо мы владеем интернетом, невероятной паутиной, в которой, как всегда, много ерунды, но какой-то процент от всего, что дает интернет, это величайшее открытие, это величайшие возможности. Так вот, мы сейчас послушаем вторую часть. Вторая часть называется бал. Он находит любимую вновь на балу посреди шума блестящего празднества. Вы сейчас услышите один из величайших вальсов мира, но один из самых мистических вальсов мира. Вы почувствуете, что это совсем другой оркестр. Оркестр, ну, прежде всего, даже по составу. Слушайте, две флейты, два гобоя, английский рожок, два кларнета, кларнет-пикколо, четыре фагота, четыре волторны, два корнета, две трубы, три тромбона, два афиклиида, литавры тарелки, большой барабан, малый барабан, два колокола, две арфы, и пишет струнных не меньше шестидесяти человек. То есть это первый грандиозный, огромный оркестр, уже даже не бетховенский, это оркестр вселенский, и он должен выразить чувство любви, состояние безумия, потрясения. И вот сейчас вы услышите, повторяя вторую часть фантастической симфонии, бал. Да, да, это вальс. Но какой вальс? Вальс подсознания, вальс мистики. В какой-то момент вальс останавливается, и в этой части появляется образ ее любимой, которая как бы издевается над ним, она недоступна ему, она останавливает все движение, все замерло. И вы теперь услышите, почему две арфы, почему английский рожок, почему столько инструментов, столько разных, некоторые редко участвующие в оркестре. Вы услышите сейчас одну из вершин романтизма. Вот он, бал. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 ДимаTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, ДимаTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, И еще четвертая часть фантастической симфонии – «Шествие на казнь». Текст Берлиоза. Ему кажется, что он убил ту, которую любил, что он приговорен к смерти, его ведут на казнь. Кортеж движется под звуки марша, то мрачного и зловещего, то блестящего и торжественного, в котором глухой шум тяжелых шагов следует без перерыва за самыми шумными выкриками. В конце вновь появляется на миг навязчивая идея, как последняя мысль о любви, прерванная роковым ударом. Невозможно комментировать эту уникальную музыку «Шествие на казнь» и даже натуралистически передное ощущение, когда отрубленная голова. Но перед этим взгляд на нее, она словно издевательски появляется перед ним за секунду до смерти. Но в этой симфонии не четыре части, потому что после «Шествия на казнь» пятая часть «Сон в ночь шабаша», где появятся тени, колдуны, чудовища, которые собрались на его похороны. И даже шутовская пародия надей сыры. Но сегодня мы не будем слушать «Шабаш». Мы услышим две контрастных части. Вот после бала мы слушаем «Шествие на казнь», чтобы понять, что творится с романтическим симфоническим оркестром. Какое богатство, какое безумие и безграничность. Слушайте. «Шествие на казнь» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok